Продолжим грамматический разбор сура «Аль-Кадр» предопределения. На прошлом уроке мы провели разбор глагола «Адра» сказав, что «Адра» — это фи'ал-ун-мадан, глагол «прощетчего времени», а «Юа-фа'аль» — это «Хуа», скрытый в нём из имени «Хуа». Дальше про предложение мы сказали, что всё это предложение — это «Хабар-Ма», сказуемое подлежащему «Ма». Дальше «Адра-Ка», «Аль-Каф» — это «Домирун-муттасуна», слитное местомение, мабню аля фатхин, с неизменяемым окончанием, с фатхи на конце, фи махалли нас бин намеси падежа, нас бинитину падежа, мафуулем бихи ау-волю. Первое прямое дополнение — глагол «Адра», ма лейла-тул-кадри, ма это «Ис-Мустифамин», вопрочительное местомение, мабню аля суконин, с неизменяемым окончанием, с суконом на конце. Фи махалли рафа и на месте падежа, рафа именитину падежа, муптада он подлежащая именного предложения. Лейла-тул-эта «Хабар-Муптадай», сказуемое «подлежащего». Марфу'ан бель муптадай поставлен подлежащему в составе рафа именитину падежа, лейла-тул-рафа и признак падежа, рафа именитину падежа в этом имени, от даму-тул-захирату, аля ахри, явная дама на его конце. Лейла-тул-эта «Мудаф» является мудафом, первым членом изофятного сочетания, изофятной связки или же изофятной конструкции. Аль-кадри — это мудаф, но илейхи, второй член изофятного сочетания, маджрурин бель мудафи, поставлен мудафом в составе родительной падежи. Лейла-тул-жар-лихи признак падежа, джар в этом имени, Аль-касра-тул-захирату аля ахри-хи явный каср на его конце. Ва-ль-муптада у маа хабарихи подлежащима со своим сказуемым , именное предложение. Фи-ма-халли на спин на месте падежа, нас винить тину падежа. Мафуулу Адра-с-тэни Садд-дма-садд мафуулу Адра-с-тэни Садд-дма-садд мафуулу Адра-с-тэни Садд-дма-садд мафуулу Адра-с-тэни Дословно говоря, закрывает собой место второго прямого дополнения глагола Адра. Дальше. Ночь предопределения лучше, чем тысяча месяцев. Лейла Туль-Кадри мы уже подробно разобрали, это словосочетание. Мы сказали, что это Мудафи и Мудафи-Лейхи. Два имени, состоящие из ответной связки. Здесь во втором случае будет тот же араб. То есть арабу Касаби-Ки. За исключением того, что Лейлута-Хуна, слово имя Лейлута, здесь является муктадом подлежащим. Во фис-саби-Ка, в предыдущем у нас предложение, он был хабаром. В втором случае, как в предыдущем айте, это слово было сказуемым. Итак, Лейлута, это муктада, подлежащая. Ваху Мудафи не является мудафом, первым членом из ответного сочетания. Аль-Кадри, это у нас мудаф, или второй член из ответного сочетания. Без повторного всего сказано. Хайрат хабар аль-Муктады, сказуемый, подлежащего Лейлуту. В основе было «ахиру». Морфуум бель мобтадай поставлен в подлежащем состоянии рафа именительной падежи. У аламуту рафи признак падежа рафа в этом имени. Именительную падежа в этом имени аддомату злахирату аля ахири яунай дому на его конце. Валь мобтада у маа хабарихи подлежащей лейлату со своим сказуемым хайр взято джумлету не смейтун именное предложение. Мустановатун истинно афиятун возобновленное новое предложение. Можно сказать и птидаютун тоже, это одно и то же. ЛА махаллахминал Ал-Ирраби не имеет места в падеже. Далеше. Миналфи chegar на адд облisesti их карфу джер. Прилог родителям падежа. Мобним алль сакуforce с низминёмом окончанием сакунём на конце. Альфи и см7 мачрурам бимиен имя поставлено харфам мин в состояние джер. Родителям падежь. У аламуту жары призаим падежа джер в этом имени. Аль кастрату злахирату аля ахири яунай кастры на его конце. Валь gharу валь мачруара. Прилог родителям падежамин и поставленное имя состоящее имя Альфи, все это мута'ликани бихайрин или бихайрин, состоят в смысловой связке со словом с именем хайрин. Имя Альфи является мудафом, первым членом изофятной связки. Вашарин это мудафон или их, второй член изофятного сочетания, изофятной связки. Маджрурум бель мудафи, поставлен мудафом состоящее родительное падеж. Прилог родители, признак падежа, миме, аль-каср от ул злахирота, аль-аля ахири или фи ахири тоже, явная касра на его конце. Аллаху а'лам.